Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Крепышева. Сегодня я расскажу вам, как самое главное в нашей жизни сохранить, сберечь и приумножить. Я про наше здоровье. А вы о чем подумали? Слушаем свое тело, говорим с профессионалами, чувствуем прилив сил, смотрим на здоровье. Сегодня в программе. Всемирная организация здравоохранения признала его эталонным источником белка. А между тем, этот чудо-продукт есть в холодильнике у каждого. О чем речь? Здоровое дело, здоровое тело. Как нагрузить мышцы и разгрузить голову? Комплекс простых упражнений, чтобы никакие комплексы вас не волновали. Умные браслеты помогают сургутским врачам. Как современный гаджет используется в кардиологии, узнаем в рубрике Ньюс Плюс. Электронные помощники уже стали частью нашей жизни. Иногда именно от них зависит и качество этой жизни. В частности, здоровье. Устройство при этом не выглядит, как медицинские приборы. Чаще это стильные, многофункциональные, удобные аксессуары. Шагомеры, пульсоксиметры, глюкометры, умные часы, замеряющие сердцебиение и сатурацию. А какие гаджеты используют в своей ежедневной работе кардиологи Сургута? Подробности в рубрике Ньюс Плюс. Американские учёные придумали новый способ лечения мигрени. Оказалось, чистоту и интенсивность хронических головных болей у пациентов можно снизить с помощью регулярного обучения зелёным светом, то есть фототерапией. После двух с половиной месяцев таких процедур участники эксперимента страдали от мигрени в два раза реже, чем прежде. Всё дело в том, что синий и зелёный свет действуют успокаивающе. А там, где нет тревог и стресса, нет поводов и для головной боли. Медики посчитали, количество россиян, сдавших тесты на весеннюю аллергию за прошлый год, выросло в два раза. При этом диагноз подтвердился у 52% мужчин и 38% женщин. Количество положительных тестов к аллергенам пыльцы деревьев растёт ежегодно. Одна из причин в том, что иммунитет горожан не успевает натренироваться и воспринимает цветущие растения как угрозу. Чемпион среди деревьев-аллергенов – тополь. Также в списке активных аллергических раздражителей – мелкая пыльца берёзы, ольхи, орешника, дуба и ясеня. Умные гаджеты заполняют не только прилавки магазинов, но и югорские больницы. Врачи Сургутского кардиоцентра теперь будут контролировать состояние пациентов с помощью специальных браслетов. Новая информационная технология пока внедряется в центре, но уже даёт результаты. Сейчас браслеты надевают всем госпитализированным пациентам больницы. Таких устройств здесь уже три. Они отличаются по цвету. Белый выдаётся при поступлении, красный маркирует пациента с аллергией, а жёлтый надевается больным, которым необходима помощь в перемещении. Скорость нервных импульсов – 270 км в час. Клетка человеческого мозга может хранить в пять раз больше информации, чем любая энциклопедия. Человеческое сердце создаёт давление, которого достаточно, чтобы кровь брызнула на 7,5 метров вперёд. Факты занимательные, но вряд ли принесут вам пользу. В отличие от информации из нашей рубрики «Приём-приём». Вы спрашиваете, эксперты отвечают. Через какое время после установки пломбы можно пить и есть? В зависимости от пломбировочного материала, который применялся, врач даёт рекомендации. Если это цементные пломбировочные материалы, то рекомендуется два часа дать на то, чтобы полимеризация, застывание материала произошло. В этот период нельзя кушать, нельзя пить, а другие материалы, которые более современные, светоотверждаемые, не требуют интервалов после постановки пломбы. И снесла курочка яичко. Не золотое, а простое. Так было в сказке. Хотя со временем учёные доказали, что яйца – это не самый обыкновенный продукт. В столовых яйцах, по мнению ВОЗ, самый лучший и качественный белок. Эксперты этой организации признали яичный белок эталоном. Теперь все белковые продукты сравниваются только с яйцом птицы. Что ещё мы не знаем о куриных яйцах, узнаем из рубрики «Полезный продукт». Яйцо входит в топ-10 полезных продуктов для человека. Всемирная организация здравоохранения приняла яйцо, белок яйца, за эталон. И все другие белковые продукты сравнивают с белком яйца. Яйцо содержит белок, который наиболее легко усваивается организмом человека. Желток содержит жирорастворимые витамины, витамины А, Е, К и Д. Витамин Д является витамином иммуномодулирующим, и также он влияет на рост, развитие и защиту наших костей. Желток богат холином, лицетином. Это очень полезно для нашей нервной системы, для строительства нервных клеток. Яйцо полезно всем детям после года, особенно подросткам, особенно в период бурного роста, взрослым и пожилым людям. Нормой для здорового человека является два яйца среднего размера. Единственным противопоказанием к применению яиц является аллергия. Яйца лучше употреблять в приготовленном виде, так как в сыром виде они могут быть заражены сальмомеллезом, поэтому это может быть опасно для здоровья. Есть же такое мнение, что домашние курицы, можно сырое яйцо употреблять, но лучше не рисковать своим здоровьем, употреблять яйца в приготовленном виде. Лучше всего покупать столовое яйцо среднего размера, смотреть всегда на срок годности и хранить в холодильнике. Хранить лучше всего не в дверке холодильника, как мы привыкли, а в глубине камеры, потому что в дверке холодильника температура меняется, мы открываем-закрываем холодильник, а в самом холодильнике она остается примерно верной одинаковой температуры. Много раз доказано, что для здоровья очень важна физическая активность, но каждый раз, приходя домой с работы, где в лучшем случае передвигались из кабинета в кабинет, а в худшем просидели 8 часов у компьютера, мы находим 100 и 1 причину не тренироваться сегодня. А ведь физическая активность – это не обязательно изнурительная тренировка. Можно не прыгать в бёрпи до седьмого пота. Делайте полезные движения во время отдыха, путешествий и даже работы. О простых упражнениях без ограничений и утяжелений наша рубрика «Здоровый движ». Всем бодрого дня! Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышц кора, которые отвечают за стабилизацию позвоночника, удержание тела в равновесии и, в целом, за здоровье всего организма. Поэтому сегодня мы с вами выполним несколько упражнений, которые позволят вам укрепить эти группы мышц комплексно. Итак, первое упражнение – это всеми любимая планка. Исходное положение – упор локтями. Локоть должен находиться под плечом. Таз не опускаем вниз и не задираем высоко наверх. Сдержим на параллели с полом. Встаем на носочки. Удерживаем статичное положение в течение 30 секунд. Выполняем три подхода по 30 секунд. Второе упражнение – боковая планка. Исходное положение – упор локтем в пол. Локоть также должен находиться под плечом. Поднимаем корпус до прямой линии. И удерживаем это положение в течение 30 секунд. Для одной стороны. Далее переворачиваемся и выполняем то же самое для второй стороны. Не позволяем тазу проваливаться. Удерживаем ровную линию позвоночника в течение 30 секунд. Выполняем также три подхода по 30 секунд на каждую сторону. Следующее упражнение называется «скалолаз» или «бег в упоре». Все называют его по-разному. Исходное положение – упор лёжа. Встаем на носочки. Сохраняем ровный позвоночник. То есть спиночка прямая, без прогибов. Сгибаем ногу. Одну. Затем вторую. При сгибании не округляем позвоночник. Сохраняем прямую линию. Сгибаем поочередно. Также можно выполнить три подхода по 30 секунд. И последнее упражнение – боковые скручивания. Исходное положение – сидя, корпус в наклоне. Ноги можно поставить, упереть в пол. Можно держать на весу. На весу держать сложнее. Поэтому кому легко при такой технике, можно на ликвидной. При наклоне корпуса назад у нас напрягаются все мышцы пресса. Выполняя боковые скручивания. Тем самым подключая активно косые мышцы живота. Поворачиваем корпус в одну сторону, во вторую сторону. Можно взять утяжеление. Мяч, либо большую бутылку с водой, те же самые полтора литра. И совершать повороты с каким-то утяжелением. Ну и кому легко, можно это выполнять с ногами на весу. Данный комплекс упражнений позволит вам укрепить все основные мышечные группы и держать их в тонусе. Выполняйте их, будьте здоровы! На протяжении многих столетий человечество ищет способ продления жизни. Что только для этого не пробовали люди. Обращение к божествам, целебные бальзамы, скипидарные и молочные ванны. Поиски волшебной таблетки не закончились и сейчас. Современная медицина при всех ее достижениях считает, что секрет долголетия в физической активности, здоровом питании, в хорошем сне и в приятных эмоциях. Избавляйтесь от душевной боли, смотрите лабораторию «Счастье». Будьте здоровы и живите долго! Субтитры создавал DimaTorzok Каждую неделю мы будем рассказывать и доказывать, что наше здоровье может быть крепким, как у настоящих сибиряков, что в Югре есть качественные и эффективные медуслуги, что здоровый образ жизни – это просто интересно и полезно. Смотрите новые выпуски, ищите нас в интернете, пользуйтесь нашими советами на здоровье. С вами была Екатерина Крепышева. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok